Приветствую всех на нашем канале. Сегодня разговор пойдет у нас о пикировке. Это один из самых ответственных моментов для выращивания крепкой, хорошей рассады. Что вы должны знать? Что это вообще такое пикировка? Итак, пикирование или пикировка, это перевалка, пересадка сеянца в другую, более обширную или в одиночную емкость, с прищипыванием одной трети корня и заглублением до 7 дольных листочков. Таким образом, мы пересаживаем почти все культуры. Это и помидоры, это и сельдерей, это и капусту. Достаточно много различных культур, которым вот таким способом мы пикируем. Что вы должны помнить? Когда же наступает период, когда мы знаем о том, что уже пора пикировать? Ну, когда у молодых росточков появился, как правило, первая пара настоящих листочков. Вот тогда наступает тот самый ответственный момент. Вы должны взять почву. Как это все правильно сделать? Вы должны взять качественный грунт. Грунт должен быть более питательный. Соответственно, значит, в исходный грунт, который куплен или приготовлен своими руками, вы добавьте какие-то еще питательные вещества. Будет то компост, будет древесная зола или еще что-то в зависимости от сорта. Или же можно добавить кокосовый субстрак. Он вообще замечательный, сказочный, шелковистый, питательный и добавляет рыхлость почвы. То есть, это один сплошной плюс. Как производится вообще пикировка? Вы достаете саженец из общего количества. То есть, у вас есть одна какая-то масса посаженная. Вы достаете его. Желательно, конечно, с небольшим комом земли. Прищипывайте одну треть корня и сажаем его в новую почву с достаточным заглублением. То есть, по семидольной листочке. Но помните, семидольные листочки не должны касаться земли. Часто спросят такой вопрос, а зачем мы отрезаем часть корня? Ну, для того, чтобы стимулировать ветвление боковых побегов, чтобы корешок давал боковые побеги внутри, в земле. И заглубляем мы для того, чтобы вот этот ствол, который мы заглубили, он тоже покрылся дополнительными корешками. То есть, тем самым мы создаем богатую корневую систему. Богатая корневая система – залог хорошей рассады. Тут золотое правило. Есть растения, которые пикируют не по правилам и отступают от общих правил. Это перец и базилик. Когда мы их распикировываем, помните о том, что заглублять растений не нужно. То есть, мы не заглубляем по семидольной листочке, а сажаем так, как оно росло. Это вот перец и базилик. Внимание! Свеклу пикируют, не удаляя одну треть корня. Это вот свекла, запомните. Баклажаны мы пикируем очень осторожно. То есть, мы берем саженец и всегда берем не просто чистый саженец, а с большим комом земли. То есть, фактически мы делаем даже больше перевалку, чем пикировка. Сажаем в другую емкость, большую по размерам. Баклажаны обжоры любят, чтобы достаточно земли было вокруг. Многие выращивают баклажаны без пикировки, то есть сразу сажают семечки в отдельные емкости. Можно пойти и таким путем. арбуз, огурец и кабачок мы сеем в отдельные стаканчики. И мы их не пикируем, а сразу высаживаем в грунт. Вот там мы их заглубляем уже по семидольной листочке. То есть, эти культуры мы сажаем сразу в отдельные стаканчики. Я думаю, что вот все советы мои вам пригодятся. Оставайтесь с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok